В Славянске на Кубани прошли краевые соревнования по судомодельному спорту. Побороться за звание победителя приехали школьники из восьми районов Кубани. С будущими кораблестроителями и капитанами пообщались наши корреспонденты. Для проведения краевых соревнований по судомодельному спорту Славянский район гостеприимно распахивает свои двери уже шестой год подряд. Продемонстрировать плоды своего творчества и навыки управления моделями на открытой воде сюда приезжают ребята со всего края. Я как главный судья соревнований могу сказать, что в Славянске у вас созданы самые лучшие условия для проведения таких соревнований. Всё рядышком. Погода, как всегда, хорошая, потому что в мае проводятся соревнования. Детям есть где отдохнуть, где посоревноваться на открытой воде. И бытовые условия – это самые лучшие. В этом году побороться за победу приехали 37 школьников из 8 муниципальных образований Краснодарского края. Соревнования проходили в два этапа. Сначала ребятам предстояло продемонстрировать изготовленные собственными руками модели кораблей. И только потом приступить к соревнованиям на воде. Что входит в сендовую оценку? Это 4, как минимум, 4 суди оценивают качество изготовления модели, соответствие чертежам, соответствие поверхностям. То есть, если поверхность не должна блестеть, то она не должна блестеть. И соответствие документации. Чем больше документации, чем больше ребёнок может показать соответствие, тем он больше получит оценку. После этого проводится техническая комиссия, то есть, соответствие осадки, диаметра винта, чтобы были условия для всех одинаковые. После этого модели выходят на старт, проходят фигурную дистанцию, там тоже, соответственно, получают баллы. На соревнования юные спортсмены привезли около 30 моделей. Все они – точные копии настоящих кораблей. Каждая деталь, а их может быть несколько тысяч, делается вручную. Для их изготовления используются самые разные способы и материалы. Ни одной детали здесь нет, покупной. Допускаются, конечно, детали, изготовленные промышленным способом, но этот способ, опять же, изучает и делает ребёнок. То есть, допустим, фотоотравление. Ребёнок переносит с чертежа какую-то деталь на плоскую, на тонкую жесть, допустим, и кислотой вытравливать всё не нужно. То есть, остаётся только деталь. Это мы используем, когда детали совсем маленькие, чтобы они соответствовали, чтобы они были красивыми. Вот используем такие способы. После стендового этапа корабли допускались к соревнованиям на открытой воде. Участникам необходимо было без ошибок и за максимально короткое время пройти дистанцию, не задевая при этом буйки. За точное и безошибочное выполнение этого задания можно было заработать 100 баллов. Участникам предоставлялось несколько попыток. Одному из самых юных участников соревнований Андрею Карташову всего 9 лет. Судомодельным спортом занимается год. Это его первые соревнования. Моя задача – проехать все буйки и проехать самым первым к финису. И за меньше времени. Соревнования проходили в течение двух дней. Баллы, заработанные в стендовом этапе, складывались с баллами, полученными в соревнованиях на воде. В итоге в этом году в общекомандном зачёте победителем стали спортсмены из Ейска, набравшие наибольшее количество баллов. Также были награждены ребята, занявшие призовые места в личном зачёте. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова